Симпатичные двухэтажные особняки, ухоженные дворики, в которых стоят по 2-3 машины, в том числе Мерседесы и БМВ. Это не Европа, не Америка и даже не Рублевка. Это китайская деревня Хуаси. Впрочем, не совсем обычная. В Китае Хуаси называют деревней номер один поднебесной. Хуаси напоминает скорее какой-нибудь санаторий. Повсюду зелень, фонтаны, пруды с карпами и черепахами, тишина и спокойствие, столь непривычные для Китая. И уж точно Хуаси не похожа на деревню. Вместо полей и сельхозугодий, вокруг разбросаны десятки современных заводов и фабрик. Хуаси – самое богатое и успешное село Китая. Все жители деревни живут в собственных особняках, имеют по 2-3 автомобиля. Состояние каждой семьи не меньше 3 миллионов юаней. Медицина и школа в деревне бесплатные, продукты стоят копейки, нет преступности. Хуаси – пример того, как можно построить коммунизм на отдельно взятой территории. Феномен нашей деревни заключается не в работе людей, не в географическом положении деревни, а в работе коммунистической партии. Только благодаря нашей компартии стало возможно развитие. Ужиньбао скромничает. Не будь его, не было бы сегодняшней деревней Хуаси. Став секретарем деревенского парткома в начале 60-х годов прошлого века, он повел Хуаси по собственному пути. Посчитав, что прокормиться за счет земли не получится, деревня сделала ставку на развитие промышленности. Мы создали свою особенную форму хозяйствования. Мы взяли чуть-чуть от капитализма, что-то от социализма и коммунизма. Нам дали землю, свободу. Мы разработали политику экономического развития села и начали работать. Сегодня в Хуаси более 80 предприятий металлургии, текстильной промышленности. Ткани, одежда и другие товары местного производства экспортируются в 40 с лишним стран мира. Сам 84-летний Ужиньбао потихоньку отходит от дел, но раз в неделю он собирает жителей Хуаси в огромном конференц-зале и отчитывается об экономических успехах деревни. Хуасицы слушают внимательно, ведь они акционеры корпорации деревни Хуаси. Да-да, Хуаси – это одно большое акционерное общество. Зарплата у сельчан даже по китайским меркам небольшая. В среднем полторы тысячи юаней. Но в конце года 20% всей прибыли деревни делится поровну между жителями. Годовой бонус составляет от 100 до 400 тысяч юаней. Собрание акционеров завершается концертом, в котором восхваляется родная деревня. А это местная школа. Семь учебных и жилых корпусов, стадион, свое приусадебное хозяйство. На входе плакат, с которого Ужиньбао призывает «Разбогател сам, сделай все для богатого будущего детей». Кстати, школа построена не на государственные, а на частные деньги. Скинулись богатые уроженцы Хуаси – выпускники школы. В школе обучается 3000 учеников. Причем больше половины из них приехали из других деревень и городов. Обучение, проживание и питание в школе бесплатное. А после окончания выпускников еще и трудоустраивают. Но главная гордость жителей Хуаси – строящийся в буквальном смысле в чистом поле 74-этажный небоскреб. Его высота – 328 метров. Могли построить и выше, но в Пекине самое высокое здание – 330 метров. А прыгать через голову Пекина нельзя. Небоскреб в Хуаси будет восьмым по высоте в Азии и пятнадцатым в мире. Внутри разместится пятизвездочный отель, бизнес-центр, многочисленные рестораны. В том числе один из самых больших ресторанов в Азии. Небоскреб строится уже три года и будет сдан в октябре. Руководство Хуаси рассчитывает, что супер-небоскреб привлечет в деревню еще больше туристов. Хотя и сейчас недостатка в гостях нет. Поглазеть на чудо-деревню ежегодно приезжает около двух миллионов человек. Пока это в основном китайцы, но в деревне рассчитывают и на интерес со стороны туристов из России. С каждым годом Хуаси становится все лучше и лучше. Через пять лет Хуаси станет городом. Мы хотим, чтобы весь мир узнал, что есть в Китае такая красивая деревня. Специально для туристов неподалеку от деревни построили парк, где есть копии Эйфелевой башни, Триумфальной арки в Париже, Сиднейской оперы и даже площадь Тяньаньмэнь и Великая Китайская стена. А не так давно были закуплены два вертолета, которые теперь катают туристов и местных жителей. Опыт Хуаси хотят перенять другие китайские деревни. Были попытки создать нечто подобное и в соседней с приморьем провинции Хэлудзян. В Хуаси приезжает секретарь репорткомов из деревень со всего Китая, с которыми у Жиньбао делятся секретами развития. Он любит говорить, одна деревня стала богатой, это небогатая жизнь. Когда вся страна стала богатой, это настоящая богатая жизнь. Евгений Коновалов, Максим Антоненко, новости на канале ТНТ. Продолжение следует...